Валерий Медведев Севастопольская избирательная комиссия Екатерина Мазурина Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии С которыми мы поговорим о работе С молодыми избирателями Здравствуйте Для начала бы хотелось расставить все точки на «ды» Какой возраст составляют именно молодые избиратели? Ой, как только исполняется 18 лет Уже мы становимся молодыми избирателями Молодому избирателю 18 лет Может исполниться и 10 сентября этого года Когда мы будем впервые в истории Севастополя Участвовать в выборах губернатора Всем миром, как говорится Все севастопольцы Так вот, если 10 сентября кому исполняется 18 лет Он должен уже прийти Должен свой патриотический Должен свой долг выполнить И проголосовать за того кандидата За кого проголосует его сердце Вот 18 лет А крошка? Верхний предел? А верхний предел, ну как душой молодой Так, наверное, и молодой Ну вместе с тем я хочу сказать Что вот в 18 лет Молодой избиратель может не только за кого-то прийти проголосовать Ну и в том числе и сам может быть выдвинут кандидатом Депутаты муниципального образования Муниципального совета А в 21 год уже, опять же, вроде бы как и молодой избиратель Но вместе с тем и кандидатом в депутаты законодательного собрания нашего города Ну а уже в 30 лет Опять же, наверное, тоже молодой еще Ну уже в губернаторы города, субъекта Российской Федерации Вот какие рамки молодежные у нас имеются Они довольно-таки широки Да Тогда давайте теперь обсудим Как избирательная комиссия взаимодействует все-таки с молодыми избирателями Ну мы начинаем взаимодействовать еще до того, как 18 лет исполнится Потому что сегодня 15, 16 лет, 17 И тут незаметно подходят те самые 18 лет А уже начиная мы вот с 15, 16 лет в школах проводим и уроки такие вообще образовательные По вопросам избирательного права Ну знакомим с АЗАМИ, конечно И детишки участвуют довольно интересно в этих работах Ну и в том числе даже проводим вот и в библиотеках конкурсы Что знаешь об избирательном праве И в том числе и конкурсы вот рисунков А там участвуют даже и с детсадовского возраста И выборы глазами детей Вот тоже потихонечку как бы подготовка Что да, впереди когда-то я вырасту Мне будет 18 лет, я тоже пойду на выборы Ну и знакомим с АЗАМИ Ну я хочу сказать, что у нас в Севастополе активнейшая работа проводится с молодым избирателем И здесь, ну большущую помощь нашей Севастопольской городской избирательной комиссии Нам, как говорится, взрослым Оказывает наша молодежная избирательная комиссия И вот здесь присутствует заместитель председателя Севастопольской городской молодежной избирательной комиссии При нашей взрослой комиссии Екатерина Мазурина Я думаю, она более полно расскажет о работе именно вот молодежной комиссии Ну а так скажу, что нам необходимо Необходима работа с молодым избирателем И особенно когда касается явки на избирательные участки Мы уже школьникам говорим Вот проснешься 10 сентября в единый день голосования Напомни папе, маме, брату старшему, сестренке, дедушке, бабушке А вы пошли на выборы, вы уже проголосовали Ну это как-то для того, что нужно проявить активность Екатерина, а как взаимодействует молодежная избирательная комиссия с городской? Ну я для начала хочу сказать, что в целом создание молодежной избирательной комиссии Является одним из направлений реализации молодежной электоральной концепции Которая была утверждена постановлением ЦИК России И в связи с этим в 2015 году постановлением нашей Севастопольской городской избирательной комиссии Была создана молодежная комиссия при городском избиркоме Собственно с того момента у нас началась активная работа Я хочу сказать, что мы и совместные мероприятия проводим То есть стараемся активно помогать нашей городской избирательной комиссии И территориальным избирательным комиссиям В частности есть такой у нас Всероссийский день молодого избирателя Который опять же был утвержден постановлением ЦИК России И все субъекты проводят такой день избирателя у себя И вот мы проводим в школах, лицеях, техникумах, колледжах и высших учебных заведениях То есть во всевозможных учебных заведениях наших образовательных Вот как уже говорил Валерий Кириллович Открытые уроки, круглые столы, конференции, различные форумы И все связано с избирательным правом, с избирательным процессом То есть мы молодежь уже с раннего возраста вовлекаем в этот процесс И это не только какие-то лекционные курсы, теория То есть это и практические занятия Это какие-то деловые игры То есть ребята уже пробуют себя в роли членов комиссии, кандидатов Какого-то политического объединения, наблюдателя, представителя СМИ То есть различные так называемые роли Они участвуют в этих играх И уже видно, насколько они проявляют интерес И я думаю, это помогает им в будущем уже осознанно прийти на избирательный участок Потому что им уже становится интересно А как же это во взрослой жизни? То есть здесь вот так, а как будет там, на избирательном участке? И в том числе мы ребятам говорим, что это ведь праздник своего рода То есть у нас на наших избирательных участках предусмотрено Человек, который впервые приходит голосовать, которому 18 лет Он получает еще какой-то, ну так, сувенир, можно сказать, от избирательной комиссии То есть это либо Конституция Российской Федерации Либо какой-то закон, то есть что-то, либо памятка молодого избирателя И все обращают внимание, что вот пришел молодой избиратель, впервые голосующий То есть это своего рода даже праздник такой И я считаю, ну как бы это хорошая школа То есть та работа, которую мы проводим с ними для будущей взрослой жизни А сколько сейчас людей входит в молодежный избирком города? У нас в соответствии с положением 14 членов комиссии с правом решающего голоса И также 14 членов комиссии мы можем назначать своим решением с правом совещательного голоса Но на данный момент у нас 14 основных и 6 членов комиссии с правом совещательного голоса Вы уже перечислили огромное количество мероприятий, которые проводит Севастопольская избирательная комиссия А конкретно какие были уже проведены в этом году? Ты прямо вчера, вот сейчас Екатерина поделится, мы провели Она организовала вместе с молодежной комиссией очень интересное мероприятие Екатерина, пожалуйста Ну вот вчера, да, и совместно также с Севастопольским региональным отделением российского движения школьников Мы провели такую деловую игру, масштабную деловую игру на базе 22-й школы Она называлась «Если бы я был депутатом» В общем, дети настолько активно участвовали, настолько им вот вовлекались в этот процесс Суть игры состояла в том, что у нас были представлены 8 основных станций Такие как сбор подписей, например, либо сбор документов, заполнение документов Станция, которая называлась «Партия» То есть ребятам своими командами должны были какие-то лозунги придумать Какие-то плакаты, почему за них должны голосовать Сам процесс голосования и так далее То есть всего было 8 станций, 15 команд с различных школ города И они поэтапно проходили вот эти все станции Ну и в конце были подведены итоги То есть у нас так получилось, что было 5 призовых мест, можно сказать У нас 2 команды разделили третье место Одна команда заняла второе место И две команды разделили первое То есть я считаю, это такое общегородское масштабное мероприятие И ребята настолько активно участвовали и прям воодушевились То есть они были в роли, как будто кандидат в депутаты И проделывали всю ту работу, которую должен делать кандидат В процессе своего выдвижения и регистрации И вот после мероприятия ребята делились впечатлениями Настолько они прям воодушевились, что аж готовы по достижении 18 лет Уже идти и в кандидаты, и на выборы и так далее Ну да, они думали, что 18 лет, это там, ой, когда-то А им некоторым, уже в этом году исполнилось 18 лет А некоторым исполнится Но я их огорчил немножко вчера Говорю, ну, немножко бы вы пораньше родились У нас были в прошлом году выборы в единый день голосования Когда мы впервые в истории Севастополя выбирали депутата Государственной Думы И были выборы в муниципальные советы Вот чуть-чуть вы опоздали, а так бы уже вас выбирали Ну а сейчас придется 4 года подождать Ну а к этому времени, наверное, кому-то и 21 исполнится А 21 это у нас через 2 года выборы в законодательное собрание Так что они вдохновились А что там 2-3 года осталось? Немножко совсем Будет возможность набраться опыта Да, да, да Меня интересует, а какие лозунги придумывали вот будущие депутаты Назовем ребят так, которые участвовали Ой, на самом деле, столько было разных, ну, предложений Они уже пришли Изначально каждая команда имела свое название То есть каждая школа предоставляла какое-то название И они конкретно под название своей, ну, команды, грубо говоря, подбирали Там, честно говоря, даже сейчас сложно вспомнить Пример, вот хотелось бы пример услышать Будущее за молодежью, да В том числе, да, там, будущее за молодежью, знай наших, там, ну, различные Я вот говорю, правда, сейчас сложно вспомнить, просто плакатов было куча Да, у них был и конкурс как бы плакатов, так же, как и конкурс, когда кандидатом идет человек Вот несколько кандидатов на одно депутатское место И каждый предлагает что-то, свою программу Так примерно, вот правильно вы задали вопрос Какие лозунги Вот этот лозунг, он и есть девиз Будущего кандидата в депутаты Вот как он уже представляет себя Ага, если я через 2-3 года пойду кандидатом в депутаты Правильно вы еще раз подтверждаю Сказали, надо подготовиться С какими лозунгами, с какими планами, с какими предложениями Вот что бы я хотел увидеть от кандидата будущего молодого И вот себя, мы так и говорили им вчера Поставьте себя на место будущего кандидата, будущего депутата Что бы вы сделали для города, или для своего района, или микрорайона И ребята уже предметно начали мыслить вот в этом направлении Я хочу чуть-чуть дополнить, что интересно Вот ребята свои лозунги связывали То есть это было не просто какие-то детские, скажем А вот взрослого уровня То есть, например, связанные с Россией Севастополь, Крым, Россия Вот эти все моменты даже воссоединения То есть это было все вот на таком патриотическом уровне Что очень здорово и очень радует Что вот наша молодежь, она вот такая именно растет То есть, как я понимаю, ребята мыслили глобально Они предлагали что-нибудь вот решить, ну скажем так, на местечковом уровне Понятно там, я буду кормить кошек бездомных Или вот все более обширно Ну у нас не было там именно вот конкретно, что вот я, я, я То есть там именно была команда и было более такое глобальное, как вы говорите, да, более обширное То есть было такое масштабное, масштабные такие лозунги Ну, наверное, надо будет вот на будущее, когда будем проводить с молодежью занятия Такие круглые столы, уроки, встречи, деловые игры Наверное, действительно надо А вот что ты конкретно Да, возможно Что хочешь, хотел бы предложить как будущий кандидат в депутаты Ну и, к сожалению, у нас на этом, в этом году вот заканчивается работа молодежной комиссии Нам новую надо будет Ну, я думаю, Катюша сейчас проинформирует, что Да, вот хотелось бы тоже отметить для всех ребят Приглашаем Да, желают стать членами молодежной комиссии А у нас в соответствии с положением это возраст от 14 до 35 лет То есть достаточно границы большие, широкие И у нас в этом году в июле истекает срок полномочий молодежной комиссии первого созыва Поэтому уже в мае этого года будет открыт набор кандидатов на членов молодежной избирательной комиссии второго созыва Поэтому всех активных ребят, желающих быть членами комиссии приглашаем Вся информация будет вывешена на сайте Севастопольской городской избирательной комиссии То есть какие документы, куда подавать и так далее Все это будет в мае уже определено У нас осталась буквально минутка и последний вопрос А чем занимаются ребята, которые с 14 до 18 в молодежной избирательной комиссии? Абсолютно тем же, чем и занимаются все остальные ребята У нас коллегиальный орган единый Поэтому у нас настолько, я хочу сказать, что Много вопросов Очень много моментов, вопросов И я хочу сказать, что ребята, которым там 14 лет даже, да, там 15 Они настолько вот грамотные Настолько уже, можно так сказать, продвинутые в этом моменте В избирательном праве, что они ничем не уступают другим То есть у нас настолько все вот вместе, коллективно И вот каждый занимается, например, мы проводим что-то, да, распределяем обязанности И каждый этот, это делает, этот, это, ну и так далее Вынуждены учить законодательство по избирательным процессам Ну а мы взрослые делимся с ними знаниями, во-первых Во-вторых, опыт прошлого года, когда выборы в Госдуму были Они очень, молодежь нам помогала, спасибо В этом году тоже мы приглашаем, вот Катерина сказала И в состав молодежной комиссии И вообще нам предстоит поработать Вот волонтеры нам нужны, добровольцы будут Потому что у нас около 10 участков на втором этаже находятся У нас без пандусов где-то 90 участковых комиссий Где тоже помочь надо человеку с ограниченными физическими возможностями А так до 10 сентября мы еще встретимся и молодежи расскажем Много чего интересного Спасибо большое за интереснейшую беседу, Валерий Кириллович, Екатерина А я напоминаю, что сегодня мы говорили о работе с молодыми избирателями До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова